Александр Михайловский, Юлия Маркова. В краю багрового заката. Плавание за сорок тысяч лет до нашей эры. Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллели и меридианы. Но таких еще пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Михаил Светлов. От авторов. Уважаемый читатель, книга, которую вы держите в руках, является первой частью книжной стадии «Прогрессоры» и повествует о том, что случилось с теми, кто, добровольно покинув современный мир со всеми его благами, эмигрировал в каменный век. Добровольными эмигрантами стали люди, которым не нашлось места в нашем современном мире и которым был дан шанс уйти туда, откуда нет возврата, и там построить себе новое светлое будущее. Кто они такие, взявшиеся за бремя ответственности за доверившихся их попечению подростков и детей? Обычные люди. Учитель, отставной военный, геолог и медицинский работник. Но это и не совсем обычные люди. У каждого имеется своя причина покинуть ту цивилизацию, которая их взрастила. Но самое главное – это то, что все эти люди цельные, честные и с большим жизненным опытом. И хоть об этом и не говорится вслух, но каждый из них втайне надеется, что человечество, находящееся на заре своей юности, теперь, благодаря им, в своем развитии пойдет более прямым путем и не повторит своих прежних ошибок. Часть первая. Ладожский этюд. 5 декабря 2010 года. Воскресенье. 10.05. Ленинградская область. Лес в окрестностях поселка Назия. Пять человек не спеша шли по зимней лесной просеке. Четверо из них были подростками в возрасте 16-17 лет. Их звали Сергей, Валера, Лиза и Катя. Они являлись учениками школы-интерната для сирот. Пятым в этой компании был мужчина средних лет, преподававший в том же интернате физику, химию, географию и, что самое интересное, труд. В обычных школах этот предмет отсутствовал как таковой уже несколько лет. Если какую-то вещь и можно было сделать своими руками, то Сергей Петрович ее сделал бы и научил этому других. А еще он относился к этим подросткам не просто как к казенным сиротам и объекту приложения формальных трудовых усилий, а как к несчастным детям, которых жизнь лишила нормального человеческого детства. Он просто любил их, как мог бы любить своих собственных детей и старался научить тому, что им могло бы пригодиться во взрослой жизни, как забить в стенку гвоздь и починить сломавшийся стул, как сварить суп или пожарить картошку, а также кому можно верить в этой жизни, а кому не стоит. За глаза дети звали этого доброго, умелого и с виду немного неуклюжего человека просто Петровичем. Являясь в душе романтиком и исследователем, учитель имел одну страсть – своеобразное хобби. Благодаря этому увлечению он был счастливым обладателем уникального сокровища. Это был, сделанный его собственными руками в лодочном сарае, 12-метровый, цельнодеревянный, без единого гвоздя кораблик с полным водоизмещением в 18 тонн. Для неопытного глаза сухопутного человека все корабли одинаковы, но специалист сразу бы заметил плоское скругленное днище. При такой форме корпуса, давящий на него лед, выжимает корабль наверх. Создавая свой собственный проект, Петрович взял за основу обводы поморского коча. Но и только. На самом деле это было детище синтеза множества конструкций, как стародавних, так и вполне современных. От Карбаса его корабль унаследовал сшитую внахлёст без единого гвоздя обшивку. Подобно кораблям сибирских казаков, корпус этого кораблика был целиком изготовлен из лиственницы, что обещало ему очень высокую надёжность и долгую службу. От более современных кораблей проект получил отсутствие надпалубного борта и леерное ограждение. Минус – тонна мёртвого веса, как сказал тогда учитель труда, сделав окончательный расчёт. Вместе со своим наставником этот кораблик строили и его юные друзья. Собственно, это был их общий коч. С гордостью смотрели они на чудо, творимое их собственными руками, лелея в душе надежду отправиться следующим летом на этом необычном корабле в плавание по Ладожскому озеру. Этой мечтой они жили, как другие дети живут ожиданием Нового года, дня рождения или поездки к морю. Ради этой мечты, лишь однажды побывав у учителя на даче, они два года помогали ему пилить, строгать, резать и клеить. И если сначала они не могли и гвоздя в доску забить, то теперь им всем смело можно было присваивать звание, если не мастеров, то подмастерьев точно. А девочки, ко всему прочему, научились вполне прилично готовить, чтобы кормить после работы проголодавшихся мужчин. Это для выпускниц детдомов и интернатов считалось большой редкостью. Ведь девочки, прожившие начало своей жизни на всем готовом, как правило, не могли сделать себе даже бутерброда. К несчастью, такая счастливая жизнь была у них только по воскресеньям и во время каникул, когда они каждый день ездили на дачу к любимому учителю. Сергей, невысокий коренастый блондин, до знакомства с Сергеем Петровичем считался трудным подростком, и администрация интерната уже подумывала о его переводе в заведение с более строгим режимом. Хотя и в самом интернате порядочки были тоже не ахти. Но с тех пор, как в своем кабинете от внезапной остановки сердца умер старый директор, власть захватила, по-другому и не скажешь, бывшая завуч, которую в глаза все звали Галиной Гавриловной, а за спиной Гориллой Гориловной. Дородная, с большими загребущими руками, эта 50-летняя тетка красила редкие волосы в красный цвет и носила кружевные воротнички. Ее маленькие карие глаза были похожи на буравчики, а очки на золотой цепочке редко использовались по назначению. Чаще всего они мирно дремали на ее необъемной груди, по соседству с белыми кружевами. И лишь когда она распекала кого-то из своих юных подопечных, для очков начиналась интересная жизнь. Они то резко вскакивали на орлиный нос своей хозяйки, то яростно сорванные ее рукой вновь плюхались на мягкие полушария, для того, чтобы через несколько минут опять быть выдруженными на изначально предназначенное для них место. Стиль руководства нового директора заключался в палочной дисциплине и тотальной мелочной экономии на всем. Конечно, самих палок как таковых не наблюдалось. Если факты избиения детей выплыли бы наружу, то Гориллу Гориловну могли не только вышибить с работы, но и отправить в казенный дом, несмотря на ее выдающиеся габариты и многочисленные волосатые лапы. Но в медблоке все же была оборудована комната с решетками на окнах, скромно именуемая изолятором, на самом деле являющаяся мягким вариантом самого обыкновенного карцера. Сереже несколько раз пришлось там гостевать. Впечатления были не из приятных, что, впрочем, отнюдь не выбило из него духа противоречия и болезненной тяги к справедливости. Дружба с Петровичем дала выход его неуемной энергии и частично оградила от придирок Гориллы. Возможно, они на этом и сошлись. Петрович тоже всегда защищал несправедливо обиженных. Сам трудовик был невелика птица, и, севшая в директорское кресло бывшая завуч, могла расправиться с ним одним розчерком пера. Плевать, что он тянет за четверых. Все равно, по ее мнению, из этих недоумков не получится ничего, кроме бандитов и проституток. Она уже собралась было уволить Петровича и прекратить его совершенно неуместное понебратство с Эттени. Но тут на горизонте появился еще один персонаж. В тихое болото интерната, полное квакающих лягушек, вдруг заплыла акула. Присланный на должность завхоза и учителя физкультуры, старший прапорщик запаса орлов, за время своей службы в частях спецназначения ГРУ, прошел славный боевой путь от Саланга до Цхенвала. На этом пути он приобрел раннюю седину, взгляд убийцы, многочисленные дырки в теле, государственные награды и очень широкие связи. Горелла навела справки и узнала, к каким большим начальникам может запросто зайти на прием этот человек. И, конечно же, ему они не откажут. И, как назло, новый физкультурник почти сразу же близко сошелся с трудовиком и его бандой. Настолько близко, что поселился на даче своего коллеги, когда супруга бывшего старшего прапорщика решила, что они с мужем не сходятся характерами. А Андрей Викторович ушел из дома с одним тревожным чемоданчиком, оставив все нажитое жене и детям, и поселился в коморке за спортзалом. На этом обрывок книги подошел к концу. По ссылке в описании под видео вы можете перейти и послушать полную версию этой книги, а также скачать ее в MP3 формате. Также эта книга доступна в тексте. Ссылочка в описании под видео. И помните, авторы тоже хотят кушать, по крайней мере, те, кто еще живы.